25 вопросов на ответы и 45 минут. В этом году главной темой тестовых заданий диктанта победы стало 80-летие полного освобождения Ленинграда и юбилей писателей-фронтовиков. Для главы Ленинского городского округа Станислава Катарова уже стала традицией в преддверии 9 мая садиться за парту, чтобы проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Это такая традиционная веха перед Днем Победы, которую мы, конечно же, всегда проходим. И всегда очень приятно вырваться из круговорота дел, чтобы иметь возможность вспомнить, потому что сегодня очень много таких исторических вопросов было на знании истории действительно. И важно, чтобы люди помнили. Для 11-классника Дмитрия Финашина история – любимый предмет. Но все же некоторые вопросы вызывали затруднения. Вообще, касаемо фамилий генералов и вот этого всего, потому что это требует именно знаний конкретно, конкретно, да, фронтов или шиноподобие этого. Так что вот можно считать самыми трудными, да. Акция в муниципалитете проходила на 22 площадках. Диктант победы можно было написать в общееобразовательных учреждениях, в воинских частях округа, а также в здании 2-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Московской области. Общее число участников составило около 800 человек. Все вопросы касаются нашей истории, истории нашей великой страны, Советского Союза и России, тех людей, которые были героями во время сложных времен, во время войны. Ну, опять-таки, в какой-то степени некоторые вопросы даже казались сложными. Приходилось, конечно, на них отвечать из какой-то логики. Результаты диктанта будут известны в июне. Это касается участников, посетивших мероприятия в очном формате. А для тех, кто проходил тестирование в режиме онлайн, ответы уже доступны. Наталья Буслаева, Алексей Астафоров, Гульнар Балаева, Видное ТВ.